Второй игровой день начнется с матча за бронзу фонбет Кубка России между командами Самара и Надежда. Обеим командам не привыкать выдавать сенсации по ходу сезона, поэтому настраиваемся на искромятную игру. Субтитры создавал DimaTorzok Привет! Сколько раз у тебя было ощущение, что выиграет одна или вторая команда, прям вот сто процентов? Ну раз в шесть, наверное, точно. Прямо какая-то дикая игра за третье место, да? За кого болеешь? Я за Самару, потому что мало за них тут болеет народу. А вообще, вот, у ГМК чемпион. В какие моменты ты больше всего переживал, когда происходило что-то на паркете? Да вот, в конце четвертой четверти просто неописуемый накал страстей, да? И вот этот последний, знаешь, два или три назначат, вот вообще. Но и при этом она два забила из трех. Да-да-да, на это был расчет, потому что мы хотим овертайм. Какие ожидания от овертайма? Не знаю, я за Самару. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok После полуфинала вы пообещали, что еще Самара скажет свое слово. Тяжело ли было сдержать обещание и сделать еще одну сенсацию? Ну, увидели игра-то какая, да, конечно, тяжело было, но сделали, обещание выполнили. Поэтому всю Самару поздравляю, весь клуб, всю администрацию нашего клуба с такой исторической победой. Спасибо за поддержку. Девчонки молодцы, выложились на все 100%. Поэтому я очень рад, меня переполняют эмоции, я счастлив в этой победе. Да, было очень эмоционально, потому что вся игра была очень напряженная. Мы выигрывали, проигрывали плюс 5-7 очков. И всегда вот эти качели. И у меня даже голоса нет на самом деле, потому что кричала ужасно. Очень было напряженно. И это, наверное, сейчас все плачут, смеются. Это просто выброс вот этих всех эмоций и счастья. Как тебе пришло в голову четвертой четверти все-таки с трешки попытаться бросить и получить фол? Это, я не знаю, даже самые опытные игроки, наверное, не додумаются на излете времени это сделать. Это, знаете, на подсознании было. Просто я чувствовала, что я в контакте с игроком. И если сейчас выброшу, велика вероятность, что дадут фол. Так и получилось. Здравствуйте, а вы знаете, что вы на очень ответственном месте сидите? Конечно. Тут во время исполнения гимна развернут огромный флаг. Что будете делать? Поднимусь. И? И что я буду делать? Создавать волну? Встану и буду его вот так вот делать. А вас предупредили? Да. Думаю, не первый раз. Тогда за что любите женский баскетбол? В чем его прелесть? Ну, это, в принципе, баскетбол. На мужской тоже ходите? Ну, бывает. За кого болеете? Уралмаш. А вы? За УГМК. Будем помогать его трясти. Да. Буду стоять, плак держать, гимн бить. Ответственное задание учтите. Да. За что вы любите женский баскетбол? Не знаю, из-за праздника, который он устраивает. Только начала ходить. А, по-моему, как вам нравится? Нравится. Я сегодня второй раз. Я так подозреваю, что позавчера были первые. Да. Здесь во время исполнения гимна развернут огромный флаг. Что будешь делать? Систан. Встанем и будем петь гимн. Часто на баскет ходите? Нет, первый раз. Первый раз. Почему именно женский в таком случае? Куда позвали? В чем прелесть женского баскетбола? Женского? Да, хороший вопрос. Я думаю, что он не менее зрелищный, но более... Даже, от счастья, более динамичный, чем мужской. Пожалуй, так. За кого будешь сегодня болеть? Конечно же, за УГМК. А если они заберут кубок, сделаешь еще одну татуировку? Дорогие друзья, встречаем! Часть ее точно! А теперь посмотрим, что происходит под флагом. Россия, свечетная наша держава, Россия, любимая наша страна, Погуча и новоля, великая слава, Твоем достояние за все времена. А теперь погнали смотреть матч. Из 29 претендентов на трофеи осталось только двое. Это УГМК и Курская Динамо. Десятикратный обладатель кубка против пятикратного. Цифры здесь точно уже ничего не значат. Все решим, собираем. Десятикратный обладатель кубок. Субтитры сделал DimaTorzok Как не дрогнуть, как собраться в момент, когда очень сильно уже соперник убежал вперед И за счет чего вернуться? Ну, я надеялся все-таки, вернее у нас опытный состав И ставку сделали тоже на игроков, которые умеют делать результат Ну и плюс сами девчонки не сдались Несмотря на такую практически почти, ну там, по-моему, 16 очков было Я просто сейчас, так сказать, точно не могу сказать Но это неважно То, что такой разрыв получился у нас, я думаю Были промахи из выгодных ситуаций Позволили Амукамаре эти кинжальные проходы свободно делать Вот, но к четвертой четверти, я думаю, наконец-то, как сказать Заграло самолюбие настолько, что никак не могли дома На домашней арене при полных трибунах отдать и проиграть эту игру И вот этот вот эмоциональный заряд, я думаю, позволил нам защищаться, отбиться И, конечно же, не могу не отметить Жаселину Магу Которая эти два трехочковых попадания Такой, знаете, добивающий фактор Для команды Курска, мне показалось А для нашей команды, наоборот, такой подъем эмоциональный и игровой Если так можно выразиться Я до сих пор не могу поверить, честно говоря Было сложно, но мы это сделали Когда Рэмбо первая кровь, тебя там хорошо под кольцом прессанули И не дрогнуло в этом моменте? Ну, наверное, не дрогнуло, раз все получилось Немножко по игре, в чем вы все-таки передобили? За счет чего вы... подожди За счет чего все-таки вы серьезно совершили камбэк? Как вам удалось вернуться в игру? Я думаю, за счет того, что собрались, наконец-то, в защите Сделали то, что просил нас тренер Агрессивную защиту Ну и, конечно же, забили трехочковые Хорошие попадания И стали играть более агрессивно под кольцом Тоже забили свои сложные мячи, но забили И поэтому нам далась эта победа Расскажи, как все было? Ой, честно говоря, очень много... я не кричу? Не ору? Нормально? Пора Очень много эмоций, наверное, оставили здесь И, на мой взгляд, было очень важно, чтобы мы не опустили руки при таком счете Наоборот, друг друга подбадривали, друг другу помогали В связи с чем, мне кажется, и получилось И получилось, во-первых, догнать соперника, но также и выиграть Скажи, вы друг друга все очень хорошо знаете Много встречаетесь в рамках чемпионата Откуда такие качели и такие быстрые отрывы? Что сегодня было не так? Мне кажется, в принципе, кубковые игры отличаются И это все равно другой настрой Одна игра решает очень много Поэтому, возможно, где-то переволновались Где-то сделали что-то не так Но самое важное, что собрались в нужный момент Насорили тут, да? Ну да, ничего страшного, что? Работа наша такая А вы смотрели матч? Да, а как? А что, болели еще, наверное? Ну, конечно За кого? За всех Ну, конечно, за углом качу Я говорю, понасорили тут, а женщинам лазь теперь убирай Знаете, это еще для нас, это еще Вот на глазки, когда было, 16 килограмм это было Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!